Друзья, всем привет! С вами Роман Ястреб. Это видео будет полезно тем, кто сейчас выбирает между несколькими устройствами от компании Apple и не знает, какой бы ему лучше купить для его потребностей. Я постараюсь вам в этом помочь. Не будем затягивать. Поехали! Итак, перед тем, как мы начнем, я скажу, что я MacBook'ом пользуюсь с 2012 года, то есть MacBook Air у меня был, MacBook Pro и сейчас у меня MacBook Pro максимальной комплектации 2017 года выпуска. Я использовал iMac, у меня был iPod, у меня Apple TV, у меня iPad, у меня iPhone. Что еще у них есть? Ну, в принципе, все. Такие самые основные. Так вот, я выделил определенный свой список за много лет, что приоритетнее всего можно купить, чтобы не нарадоваться, так сказать. Вот. И этот список достаточно простой. Он очень, ну, достаточно иногда даже совпадает с сортировкой у компании Apple на сайте и в приложении. Но все же я вам объясню сейчас поподробнее. Начнем с первого. Первое, что бы я выделил, это компьютер Mac. Неважно, какой вы можете себе купить. Mac, Mac Mini, iMac, Mac Pro, MacBook, MacBook Air и так далее, и так далее. Компьютеры Mac позволяют вам все-таки погрузиться в работу. Они позволяют вам заниматься своей деятельностью, они позволяют вам заниматься своим хобби, они позволяют вам чем-то там просто развлекаться, играть в игрушки, делать что-то там в фотошопе, с видео. То есть просто это более всего универсальная машинка. Даже если вам не понравится система Mac, вы можете всегда спокойно просто взять и установить туда Windows. Более того, Windows лично у меня работает гораздо быстрее на Mac, чем на любом другом компьютере. Может быть, это настройка, но я не люблю настраивать все эти системы. Windows из коробки при установке Windows на MacBook он работает очень-очень быстро. Настолько быстро, что он работает быстрее, чем сама Mac OS. И такое бывает. Поэтому Mac и все, что связано с компьютерами Mac, я бы выделил в первую строчку. Потому что сейчас стоимость iPhone, к примеру, превысилась к планке компьютеров, то в первую очередь я бы обратил ваше внимание на Mac. Все-таки это устройство, которое через год не упадет там в 30-40-50% стоимости. Это устройство более универсальное и более профессиональное. Оно, знаете, я это выделяю так. Оно более взрослое. Это более взрослая покупка, взвешенная покупка и более разумная. Поэтому это первая строчка, которую бы я выделил при покупке устройства компании Apple. Второе устройство, которое бы я, несомненно, выделил в плюс, это iPad. Сейчас объясню почему. Почему не iPhone? У меня был достаточно серьезный выбор между iPhone и iPad. Все-таки iPad. Дело в том, что у меня есть iPad mini 2, то есть второго поколения. И он у меня до сих пор служит. У меня до сих пор там стоит родная батарейка. У меня до сих пор хватает на 8 часов работы. Уже не на 10, а на 8. Он до сих пор справляется с задачами. И да, он чуть-чуть подтопливает. Вне зависимости, даже если я куплю это устройство за 50 тысяч рублей. Ну, это получается, я каждый год как обновляю новый планшет за 10 тысяч рублей. Это очень важно. Вот лично для меня, я не люблю менять устройства каждый год. Чем хорош iPad? iPad хорош тем, что вы можете на этом устройстве делать очень так же много задач. То есть это такая усовершенствованная, точнее уменьшенная версия MacBook, но все-таки MacBook это профессиональное устройство. iPad это немножко урезанное устройство с iOS. Но если вы любите серфинг в интернете, сидеть где-то в социальных сетях, путешествовать по сайтам, смотреть автомобили, какие-то обзоры. iPad лучше всех. Мне на MacBook так неудобно, как удобно на iPad. И имея iPad и потом в будущем купив iPhone, ваш iPhone прослужит дольше, потому что вы будете его меньше эксплуатировать. Ну, в случае, если дома вам хочется что-то посмотреть, потому что iPad он такой более универсальный. То есть это действительно уже у меня показывает многолетняя практика. И если вы не понимаете, для чего вам iPad, то посмотрите просто его функции, посмотрите, для чего люди его используют. Я использую его для серфинга в интернете, по сайтам, смотреть фильмы, смотреть YouTube, путешествовать по социальным сетям, смотреть автомобили и так далее, и так далее, и так далее. Мне просто нравится большой экран, больше возможностей, и это просто комфортнее. И это устройство, которое служит вам минимум 5 лет, с хорошей батарейкой, с прекрасной оптимизацией, вы просто будете довольны. Это вложение на много лет вперед. Поэтому это вторая строчка моего списка. Третья строчка моего списка, такая неоднозначная, это Apple TV. Дело в том, что я в свое время в Бангкоке купил Apple TV, чтобы просто попробовать его, привез в Россию и просто офигел, насколько это возможность, ну, насколько открывает возможности эта приставка, да, можно так сказать, устройство. Самое главное для меня достояние Apple TV, это то, что я любой фильм, фильм, видео с YouTube, музыку с контакта или там с Apple Music, я могу с MacBook, с iPad, с iPhone перекидывать, просто вот так вот перекинуть по воздуху к телевизору, подключив Apple TV и перекинуть по воздуху и проигрывать. То есть у меня без проводов, я выключаю MacBook, выключаю там iPad и у меня играет этот фильм в Full HD качестве, да, там 60 кадров в секунду. К телевизору подключены там колонки и вы можете комфортно пользоваться. Это, ребята, настолько круто и удобно, что я бы сказал, что если вы, например, ну вообще, вот вам жалко, к примеру, сейчас потратить пойти там 13-15 тысяч рублей на Apple TV четвертого поколения, там 4К, да, вот, то посмотрите просто тогда Apple TV предыдущего поколения на вторичке. Тысячи за 3, за 4, купите, попробуйте, если что, продадите, но, ребята, это классно, ребята, это реально круто. Я вам искренне говорю, что, ну, ничего так, ну, не вставляет вот в таком, ну, как говорится, удовольствие, как ты можешь просто в видео, вот ты ходишь по дому, да, там, тебе хочется послушать музыку, у тебя там ты подходишь, у тебя ты не хочешь проводные наушники включать, беспроводные у тебя сели. И ты просто так бах, по воздуху, чик, кидаешь на колонки, и у тебя долбит музыка. Это очень классно, это очень круто, то есть без всяких проводов ты из любого места в квартире можешь переключать, и это просто комфортно. Поэтому Apple TV, это вот для меня это самое главное достояние, я считаю, что если вы любите смотреть фильмы, если вы любите на большом телевизоре, у вас есть большой телевизор, или у вас есть там аудиосистема, подключенная к этому телевизору, то это несомненное, несомненное достоинство, которое вы, безусловно, оцените. Поэтому это вот третья строчка моего списка. Четвертая строчка моего списка, как ни странно, это iPhone. Дело в том, что я сейчас хожу, по сути, я продал Redmi Note 5, чтобы попробовать что-то новое посмотреть из Android, но также я продал свою плюску и вернулся к iPhone 5, потому что в недавних видео я говорил, что я буду покупать новое устройство от компании Apple iPhone, но перед тем, как покупать iPhone, iPhone, они все-таки это самое быстрое устройство, которое теряет в цене, это самое быстрое устройство, которое постоянно обновляется, 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 каждый год нам представляют новый iPhone, какой-то революционный, который до этого ничего подобного не было, и это уже как-то привычка. Айфоны все же следует покупать, когда у вас действительно есть что-то уже из техники Apple серьезное, да, то есть когда вы можете оценить эту экосистему. Вот, и это действительно классно, вы действительно, покупая iPhone, вы синхронизируете с MacBook, с iPad, с Apple TV, и вот тогда вы понимаете, насколько это круто, то есть насколько это круто, когда ты просто из машины, просто где-то там в заметках поставил что-то или там сделал, и у тебя в MacBook все добавилось, в iPad все добавилось, ты сделал фотографию, у тебя все здесь синхронизировалось, ты можешь на MacBook отключить синхронизацию, там на iPad включить, там на Apple TV тоже эту синхронизацию включить, это классно, это удобно. И все же я думаю, что iPhone это переоцененное устройство уже на рынке, все-таки таких денег не стоит, за эти деньги вы можете купить хорошую аппаратуру, вы можете купить, вы так боретесь за эту камеру, так идите купите хорошую системную камеру с хорошим объективом, за эти деньги, поверьте, у вас выбор просто колоссальный. Вы хотите большой экран, вы можете купить планшет, тот же iPad, да, то есть все-таки iPhone, да, оно универсальное устройство, это классное, но каждый год, каждые два вам придется менять iPhone, потому что износ батарейки происходит, и это не очень приятно. Поэтому iPhone для меня вот на такой позиции, в которой я его выделяю, что это не самое приоритетное устройство, все-таки сейчас Apple очень хорошо бьет на понты, на статус, на вот это вот, все вот это круто, ты должен быть круче всех, ты должен быть круче всех. Я не хочу быть круче всех, я хочу просто, чтобы мои деньги служили мне самому, а не компании, которая пытается на моих каких-то там внутренних пороках или еще что-то сыграть. Вот, поэтому, если у вас есть уже какая-то техника от компании Apple, и iPhone это будет приятным дополнением, первым устройством бы за такие деньги я бы не покупал. iPhone может действительно быть хорошим дополнением, если вы покупаете не новое, к примеру, BU, да, там, то есть вот у меня как знакомый купил, он купил iPhone 6s за 13 тысяч рублей, на вторичке в прекрасном состоянии. Ребята, за 13 тысяч рублей iPhone 6s, прекрасное устройство, я бы сам с удовольствием себе купил, как вторым телефоном, вот, ну, правда, мне нужно и Android, и iOS использовать, чтобы познавать и то, и то. Но это все-таки вот такой объективный момент, то есть, если вторичное устройство, точнее, со вторичного рынка iPhone подешевле, то да, если новое, ну, нет, оставьте эти деньги на более что-то важное, и вот когда-то вы купите, поймете, что это ваша, вот, как бы, экосистема Apple, Apple, тогда уже можете спокойно покупать iPhone, это мой вариант, я его никому не навязываю. Ну, и такое предпоследнее устройство, которое бы выделил, это Apple Watch. Вы знаете, что я сейчас взял Apple Watch 4-го поколения, и я сейчас его определенно тестирую, и все-таки я понимаю, что это Apple Watch 4-го поколения, это вот устройство, которое вот, ну, уже на свободные деньги, можно так сказать. То есть, когда у вас уже есть свободные деньги, вам уже просто хочется сделать себе приятное, сделать себе какие-то красивые часы, вы давно каких-то хотели часов себе каких-нибудь циферблатом электронной, то да, это приятный такой бонус. Сказать, что это какое-то основное устройство, нет, поэтому я его и выделил в предпоследнюю строчку. Я понимаю, что блогеры раскручивают, что это классно, что это круто. Я вам в полном обзоре расскажу обязательно Apple Watch, что мне нравится, что мне не нравится, но все-таки нужно быть честным. Если я понимаю, что это деньги, которые вы могли потратить на что-то более нужное для себя, более полезное, или, к примеру, ну, более просто эмоционально вы больше зарядитесь от другого устройства, то я считаю это честным об этом сказать. Поэтому Apple Watch 4-го поколения, это, ну, или вообще Apple Watch часы, это предпоследняя строчка. Поэтому Apple Watch, это действительно такие часы, которые не нужно брать на последние деньги, их нужно брать именно на свободные, чтобы потом не жалеть. Ну, и последняя строчка в моем списке, это iPod. Вот, я сейчас уже действительно не понимаю, кто покупает себе iPod. Ну, это может быть как подарок, может, там, бабушки или еще что-то, потому что iPod это такое уже действительно, ну, входит в историю устройства, которое, ну, сейчас уже все пользуются телефонами, плееры, как таковые, сейчас не нужны. Поэтому iPod, я бы сказал, что вообще лучше, какой вообще вам смысл брать. Вот, поэтому, ну, смотрите сами. Несмотря на то, сколько он стоит, но я считаю, что сейчас в данном мире, ну, это уже просто есть вариант получше, и альтернатива, ну, уже можно какой-то подешевле взять, там, китайский телефон и получить больше возможностей, чем iPod. Вот, то есть не обязательно из продукции компании Apple к чему-то добавлять. Вот, поэтому iPod у меня в самом последней строчке данного списка. Ну, и теперь заключение. А по поводу моего вот этого списка, который я вам сегодня рассказал. Если вы действительно хотите взять какую-то технику Apple, не суетитесь и никогда не берите то, что мы навязываем, да, там, блогеры, то, что мы навязываем. Потому что смотрите то, что вам хочется попробовать. Вы, если часто проводите, к примеру, в постели, там, с компьютером время, смотрите фильмы, рассмотрите iPad. Если вам задолбали тормоза в вашем телефоне, если вам задолбало то, что он, там, держит мало батарейку, там, или еще что-то, посмотрите к iPhone, а может быть даже и не к iPhone, а может быть к другому Android смартфону с большой батарейкой. Если вам действительно хочется без проводов, это, там, кидать видео на свой телевизор и просто хорошо проводить время вечерами с семьей, то покупайте Apple TV, смотрите про устройства. Каждое устройство, которое я здесь сейчас рассказал, имеет свои плюсы и минусы. Обязательно достоинства, конечно, у них имеются. Качество, долговечность, вот, сервисная поддержка, то есть все равно обновление ПО. И выбирайте, смотрите, если вы хотите работать и хотите совмещать хобби, там, дом и работу, все в одном устройстве, и там, и с документами, и с дизайнерством, или просто там что-то, там, в семейных каких-то фотографиях, то посмотрите на MacBook iMac, то есть на компьютеры Mac. Не обязательно это может быть MacBook, это может быть Mac Mini и так далее, и так далее. Надеюсь, данное видео было для вас полезным, я помог, чем смог. У меня много устройств от компании Apple, много лет работы с ними. И я вот сказал вам чисто, искренне свое мнение, какие я устройства считаю своими, приоритетными, неприоритетными. Надеюсь, это было для вас полезным. С вами был Роман Ястреб, с уважением к вам и к вашим устройствам, не важно, Apple они не Apple. Вот, ну, а я собираю вещи и вылетаю за iPhone XR, который у нас выходит 19 октября. Надеюсь, его не раскопят на старте продаж, потому что этот iPhone очень сильно производит ажиотаж, и максимальное ожидание от него ждет аудитория. Вот, поэтому, если не хочешь пропустить, я буду за свои деньги покупать, тестировать, смотреть и говорить вам прямо, стоят они того или не стоят это того. Поэтому с вами был Роман Ястреб, с уважением к вам и к вашим устройствам. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова